Девушки отдыхают Новая дата выхода Uncharted 4 Интригующее заявление создателей шлема виртуальной реальности Ваю Еще мы глянем, что выходит на следующей неделе Вспомним превосходную стратегическую ролевую игру 10-летней давности И пройдемся по самым интересным записям в блогах наших пользователей И это далеко не все, погнали! Как всегда перед Новым Годом ничего особенного в игровой индустрии не происходит Выбрать какое-то основное событие недели почти невозможно Все как-то обыденно и скучновато Хотя на днях нас немного заинтриговал директор Far Cry Primal Томас Саймон В своем недавнем интервью порталу Red Bull он поделился некоторой информацией о том, какой будет новая игра По словам Саймона, Far Cry Primal сохранит привычную систему с открытым миром И полностью изменит взаимодействие с животными Именно прирученные животные будут выполнять роль тяжелой артиллерии И придут на смену разнообразному оружию Впрочем, приручение животных это лишь одна из возможностей, а не обязанность Томас Саймон отметил, что игру можно пройти целиком без их помощи То есть, вас сначала научат, как пользоваться всеми этими вещами И дальше вы можете делать все, что угодно Очень похоже на предыдущие части Far Cry, не так ли? Посмотреть на то, как будет выглядеть новая игра в таком необычном сеттинге Вы сможете уже 23 февраля следующего года Если, конечно, ее не перенесут В наше время, знаете ли, все возможно? Хорошие новости для поклонников космических стратегий Если вы помните, в октябре Gearbox показала тизер Homeworld Shipbreakers С тех пор игра успела сменить название на Homeworld Deserts of Karak Теперь игра анонсирована официально, а полюбоваться на нее можно в новом трейлере Deserts of Karak послужит приквелом к оригинальной серии Homeworld И расскажет о героине Рэйчел, которая возглавила экспедицию по изучению таинственной аномалии в пустыне Карак Якобы способной стать спасением планеты В плане же геймплея новая Homeworld станет настоящим подарком любителям классических RTS Наверное Ну и самое главное Релиз состоится уже совсем скоро 20 января 2016 года Целевая платформа Персональные компьютеры Также в начале 2016 года стартует бета Kingdom Come Deliverance Как обещается, Kingdom Come будет очень масштабной в плане контента и геймплейных механик Игра должна подарить вам полную свободу действий и позволит стать отъявленным негодяем и полным социопатом Кроме того, разработчики показали нового компаньона пса Да-да, без собаки и здесь не обошлось Начало следующего года будет как минимум любопытным Если вы помните, на прошедшей выставке E3 Microsoft объявила, что Killer Instinct и Gears of War Ultimate станет доступны на ПК С тех пор игроки ждали подробной информации и наконец-то ее получили Один из пользователей задал Филу Спенсеру в твиттере прямой вопрос о том, когда игры появятся на ПК Спенсер ответил, что конкретные даты пока не анонсированы, но оба проекта должны выйти не слишком поздно в 2016 году Игры будут доступны на Windows 10 Другая новость от Microsoft Корпорация сообщает, что Rise of the Tomb Raider показала себя хорошо Впрочем, пока Microsoft еще не назвала точные цифры, отражающие успехи игры Разработчики признают, что некоторые игроки предпочли 10 ноября приобрести Fallout 4 вместо Rise of the Tomb Raider Запуск игры состоялся в очень загруженное время Как бы то ни было, Microsoft довольна тем, как игра показала себя в продаже И компания совершенно точно получила то, что хотела Это касается не только финансовых успехов, но и теплого приема среди критиков В августе этого года стало известно, что одна из самых прекрасных игр, которые нам довелось видеть Ori and the Blind Forest, получит специальное издание Выпуск подобных изданий — обычная практика для игровых проектов В Твиттере разработчики сообщили, что обновленное издание Ori and the Blind Forest выйдет весной 2016 года Дополнительные подробности появятся позднее Ранее разработчики сообщили, что используют отзывы игроков, чтобы подготовить переиздание игры А также внесут различные изменения и добавят новый контент Релиз фритуплейной карточной игры The Elder Scrolls Legends, который наверняка не ждет никто из истинных фанатов серии The Elder Scrolls, отложен на 2016 год Игра была анонсирована на шоу Bethesda перед самым началом выставки E3 И оказалась с тех пор вполне ожидаемо забыта Релиз был запланирован на этот год, но в недавнем сообщении в Твиттере Пит Хайнс опроверг эту информацию Теперь игра, которая предположительно будет исполнена в стиле Hearthstone Выйдет на ПК и мобильных устройствах не раньше 2016 года Релиз Uncharted 4 снова был отложен Дата релиза игры вновь сдвинулась вперед, но на этот раз всего лишь на месяц Ожидавшаяся ранее во второй половине марта 2016 года игра теперь выйдет 26 апреля Причина переноса? Мы, честно говоря, уже устали их повторять Они у всех одинаковые Короче говоря, Дрейка еще нужно допиливать, иначе будет не круто Ну что ж, будем ждать, выбора нет Шлем виртуальной реальности Vive от Valve и HTC должен был стать одним из первых устройств, доступных на рынке И выйти в конце этого года Не так давно, однако, премьера Vive перенеслась на 2016 год Теперь мы знаем причины, и они весьма любопытные По словам гендиректора HTC Чер Ванг, решение о переносе премьеры было принято после совершения большого технологического прорыва при разработке устройства Открытие стало достаточно масштабным, чтобы изменить планы выпуска Никакой конкретики о последствиях прорыва не сообщается, однако подробности обещают раскрыть в январе Студия Ready at Dawn, похоже, с болью в сердце приняла критику своего экшена The Order 1886 Напомним, что на момент релиза ее ругали все Будучи красивым интерактивным кино с превосходной графикой, проект страдал от многочисленных геймплейных и сюжетных проблем По словам Андреа Песино из Ready at Dawn, которыми он поделился в твиттере в ответ на комментарии пользователя В следующий раз разработчикам просто придется сделать игру получше, и это у них получится Что ж, хотелось бы на это посмотреть А вы еще верите в Ready at Dawn? Релиз оригинальной The Banner Saga на консолях состоится в начале января На персональных компьютерах игра, напомним, вышла в начале прошлого года После этого был заявлен сиквел, который должен поступить в продажу в первом квартале 2016-го Сиквел тоже должен выйти на консолях Именно поэтому, чтобы их владельцы смогли подготовиться к релизу, оригинал тоже выпустят на консолях Приобрести The Banner Saga для PlayStation 4 и Xbox One можно будет с 12 января С релизом Dying Light The Following базовая игра получит не только платный контент в дополнении The Following Но и бесплатные улучшения и апдейты Как стало известно, в состав бесплатных апдейтов войдут новые легендарные уровни Которые позволят игрокам, изучившим игру вдоль и поперек Продолжить прокачку для получения дополнительного топового контента Открыв 250-й новый уровень, игроки получат новые приспособления, снаряжения, эмблемы и, что гораздо важнее, скиллы Релиз The Following, напомним, состоится 9 февраля На консоли Xbox One игра Ark Survival Evolved приобретает уникальные черты Разработчики подтвердили порталу GameSpot, что на консолях от Microsoft игра получит локальный кооператив на разделенном экране Несмотря на то, что игра уже доступна на Xbox One, поддержка разделенного экрана появится лишь в 2016 году Так что друзья и семьи могут рассчитывать на совместную работу по выживанию в дикой природе Напомним, что полный релиз игры на всех платформах ожидается в июне 2016 года Неожиданная новость! Как стало известно, Фанком работает над тремя новыми играми, основанными на историях о Конане Варваре Первый проект будет официально представлен публике уже в январе Фанком сообщила, что заключила издательское соглашение с компанией Conan Properties Которой принадлежит бренд Conan В результате Фанком стала приоритетным партнером для разработки игр о Конане на ПК и консолях Все три новых игры будут анонсированы в течение 2016 года Последней игрой о Конане от Фанком, напомним, была MMO Age of Conan, вышедшая в 2008 году Ну и напоследок занимательный факт Пользователь YouTube под ником TheyCallMeAConnor поделился со зрителями очередным таймлапс роликом В котором прошелся пешком через карты всех игр серии Grand Theft Auto Подчеркиваем, не одной игры, а всех Сколько же времени у него на это ушло? Довольно много Прогулка игрока заняла чуть больше 6 часов Благодаря сравнительному ролику можно реально оценить масштабы старых игр серии Которые много лет назад воспринимались величайшим достижением игровой индустрии и огромными игровыми мирами Ссылку на полную версию ролика вы найдете в описании дайджеста Гляньте на досуге На следующей неделе играть решительно не во что Ну, это в том случае, если вы любите новинки Из свежака вы можете сыграть только в симулятор свиданий и визуальную новеллу Которых в Стиме и так просто безумное количество Первая называется Blood Cold И она, судя по всему, из Китая Играть в ней предстоит за молодую девушку Которая каким-то образом устраивает романтические встречи с рыцарями и принцами В общем, это будет симулятор свиданий с какими-то своими фишками Выходит 31 декабря в Стиме Если вы совсем один и страдаете, можете посмотреть Ну, а потом выйдет совсем жесть Визуальная новелла от студии Дагестан Технологи Это, если вы помните, те ребята, которые сделали отечественный клон Hotline Miami В общем, их новая игра называется Спокойно! Back to the USSR 2.0 Описывать ее своими словами не имеет смысла Лучше зачитаем проникновенный текст из Стима Итак, Спокойно! Российская визуальная новелла про поздний период существования СССР Эти герои стоят на перепутье Старое и новое общество Столкновение поколений и эпох Вот что вас ждет Криминал новой России Отношения с другими людьми Коррупция и произвол Накал страстей И интригующий сюжет Это история о простом русском парне Кирилле Сможет ли он выжить? Сможет ли Кирилл выжить в этом мире? Вы сможете узнать 1 января Сразу после новогоднего банкета Доедая остатки Оливье Ну, это если вдруг игру не перенесут Что, судя по всему, очень вероятно 10 лет назад состоялся релиз Замечательной стратегической ролевой игры Front Mission 5 У нас, да и на Западе Многие о ней вообще не слышали Потому что выпущена она была только в Японии Но игра была настолько хороша Что комьюнити сделала свой неофициальный перевод На английский язык Серия Front Mission Рассказывает о недалеком будущем человечества Которое в условиях многочисленных кризисов Разделилось на несколько масштабных политических блоков Отдельные государства просто не могут выжить Остались только союзы Которые постоянно конфликтуют друг с другом Ну а главное оружие в этой войне Ванзеры Огромные пилотируемые боевые роботы Ну, игра-то японская, не забывайте В пятой части нам предлагалось взять на себя роль Уолтера Фенга Солдата армии Соединенных Штатов Нового Континента Игра рассказывала о разных конфликтах В которых он принимал участие на протяжении десятилетий Постоянно открывая для себя правду о войне Сюжет Front Mission 5 был сложен Потому что для его восприятия Необходимо было знать истории предыдущих частей серии Но для фанатов игра стала настоящим подарком Закрывая старые сюжетные дыры И показывая много вещей под неожиданным ракурсом В игровом плане Front Mission 5 классическая для серии Стратегическая РПГ В которой необходимо принимать участие в пошаговых сражениях Ванзеров, выполняя определенные миссии Это может быть, например, уничтожение всех вражеских целей Или защита союзников Игра была весьма глубокой В основном благодаря продвинутой прокачке И возможности выбора следующей миссии Продуманный геймплей вместе с отличным сюжетом Сделали Front Mission 5 одной из лучших частей серии Рекомендуем каждому, у кого еще есть работающая PlayStation 2 Ну а теперь переходим к блогам наших пользователей На этой неделе мы хотим, чтобы вы прочитали Эпический пост пользователя X-Boy 360 Посвященный играм в открытом мире Он вспомнил огромное, действительно огромное количество таких проектов Начиная с начала 80-х И это не просто перечисление игр Это полноценная, отлично написанная статья С которой мы настоятельно рекомендуем ознакомиться Ссылку мы размещаем в описании видео Заходите, читайте и комментируйте Ну а мы пока прощаемся с вами Удачи и до встречи на playground.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова